Приветствую вас. Я думаю, что для начала нужно определиться с тем, вот, вы спрашиваете, что делать, да? А, сначала нужно определиться с тем, что делать, чтобы, чтобы что? То есть вот конкретно, что конкретно вы хотите делать? Почему конкретно? Потому что нужен вопрос какой-то от вас на самом деле. Я даже больше скажу, что запрос, он необходим, вот, потому что без запроса мы не сможем вам помочь, без запроса мы не сможем ничего сделать. Ну, как бы, для вас, да? Вот, поэтому для начала ответьте себе на вопрос, что вы хотите, в принципе. Что вам нужно, в принципе, да? То есть если, ну, к примеру, если быть вместе вы хотите с этой женщиной, которую вы вот встретили, да? Если вы хотите быть вместе с ней. Это одно, если вы хотите быть вместе. Если вы хотите избавиться, например, от своего чувства, да? То есть, ну, вы не хотите рушить, допустим, семью свою, да? Вот если ее семью вы не хотите рушить, допустим. Тут другой момент избавиться от чувств, поработать с чувствами, понять, что стоит вообще за, вот, ваши, ну, за вашими эмоциями, что стоит за вашими чувствами, что стоит за вашими, ну, за вашими переживаниями. Вот, мне кажется, это очень, такая важная история, вот, ее ни в коем случае нельзя, ну, как-то вот, со счетов сбрасывать, да? Потому что, ну, это ваша жизнь. Вот, соответственно, вот, это так. И вот, исходя уже из ответа на эти вопросы, да, можно будет что-то вам рекомендовать. Вот, потому что, ну, как бы, как бы, во всех остальных случаях, да, вот, ситуация, она, мягко говоря, непонятная. Потому что, встретились случайно, полюбили друг друга. Если она вас полюбила, значит, у нее совершенно очевидно есть какие-то проблемы с мужем, вот, со своим. Отношения у них, я имею ввиду, у них с мужем, вот, складываются не лучшим образом, вот. Ну, это, это мягко говоря, вот. И, собственно, женщине нужно делать выбор, либо она расстается с своим мужем и решает проблемы в семье, вот. Либо, либо ничего не происходит, она так и будет мучить себя, мучить себя. Вот. Так же, что важно. Важно то, значит, сколько времени это все длится. Условно говоря. То есть, если это длится, по времени, например, год, допустим. Вот одно. Если это длится, скажем, несколько месяцев, да, это другое. Если пару дней назад вы узнали, что у нее муж или дети, это другая сторона, вот. Если она вас любит, значит, ей нужно уходить от мужа, от наших, вот. Но с другой стороны, если она, если она вот влюбилась, влюбилась в вам, но при этом с мужем она как бы продолжает, ну, продолжала, продолжает находиться в отношениях, да, до того, как все у нее появились к вам чувства, вот. Что это значит, что она, ну, явно не готова решать какие-то свои, значит, ну, какие-то свои вопросы. Она не готова решать свою судьбу, она не готова принимать решений никаких, вот. Скорее всего. И ситуация, собственно, она вот такая. Ничего хорошего в этой ситуации, конечно же, нет. Потому что напрямую это подрывает, как бы ее добросовестность напрямую это подрывает, и ваше тоже благополучие. Ну, в теории, в теории, я допускаю, что человек может, значит, жить с нелюбимым супругом, да. Вот, например, жить там, ну, по-разному бывает, не просто не отдавая от себя отчет в том, что, как бы, чувства закончились, что чувства прекратились, что чувств больше нет. Вот. В отличие от чего-то другой, соответственно, возникает и возникает влюбленность, любовь, чувство, появляется все, это уже значит, что есть проблема в отношении к семье. То есть, не ладно, стараемся это там или нет, это значит, что есть проблема в отношении к семье. И семья этот вопрос, и семья этот вопрос, как бы, решается. Вот. Вот. И все. Вот. Такой момент. Такой момент. Если она не хочет решать этот вопрос, если нет, желание решать этот вопрос, вот, ну, это значит, что она не готова что-либо менять в своей жизни. Вот. А если она не готова что-либо менять в своей жизни, то, скорее всего, она же не готова что-либо делать и для вас. А это значит, что, как бы, вместе вам, скорее всего, не быть. Вот. Поэтому, то, что нужно сделать вам, это выразить ей готовность поддержать в случае принятия каких-либо решений. Не брать на себя ответственность и вину за то, что вы разрушаете семью, сейчас семью нельзя разрушить. Вот. Вот. И быть готовым к тому, чтобы оградить себя, ну, оградить, отстранить себя от нее. Как бы, в случае, если там, она начнет кормить вас, э-э-э-э-э, завтрак, он не да. Типа что-то, ну, что, я вот завтра от нее разберусь, потому что завтра от него разберусь, что завтра от него уйду. Там, и так далее. Вот это все очень, к сожалению, неприятные истории, которые, ну, вот. То есть, только если у вас есть какая-то прямая выгода, да, так вы, например, получаете удовольствие от того, что с ней проводит время, или вы, значит, вы ее делаете счастливой, счастливой тем, чтобы проводить с ней вместе время, вот, только в этом случае вы можете все с ней, как бы, контактировать и что-то ей отдавать. Но в этом случае не стоит ожидать, что человек вам что-то даст в ответ, что-то даст взамен и так далее. Вот, надеюсь, что мой ответ был вам полезен, очень жаль, что вы очень мало написали, мало дали информации, мало дали материал для анализа. Вот, надеюсь, выберите себе психолога и все-таки более так подробно поработать над этим вопросом, вот. А я вам желаю всего самого доброго, удачи, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!